всем привет в эфире канал туркиш пепа меня зовут елена я вам рассказываю про жизнь в анталии да у нас плохая погода вот такая зима в анталии второй день идет дождь вот сейчас уже маленький был и сильный дождь эти травки зеленые уже не а то но деревья красивые зеленые мы все ждем весну и она не за горами хотя вот и гор даже сегодня не видно раньше было отсюда видно плохая погода и честно говоря не хочется никуда особо ехать потому что вот и снимать показать вам анталию в такую погоду тоже я думаю не очень красиво посмотреть поэтому сегодня будем дома а раз мы дома мы должны что-то поесть и мы сегодня будем есть турецкую еду я не очень люблю готовить турецкие блюда честно сказать мне нравится ходить в кафе где это делают профессионалы либо если это готовит мой муж но есть одна вещь который мне в турции очень понравилась очень вкусная еда с нее получается и очень просто и мы идем ее купим и потом приготовим дома так мы идем сейчас ювка кадаив манты вот этот маленький магазинчик это не сетевой магазин это маленький магазин держит хозяин там действительно готовят вручную манты вручную готовят ювку и мне нравится я здесь иногда покупаю но также ювка продается на всех базарах и мы когда снимаем базар и всегда и показываем говорим что вот смотрите 8 штук там 6 лир стоит кто живет в турции конечно же знают что такое ювка и неоднократно из нее готовили пользовались этим и говорят что это классное изобретение я тоже скажу что я прямо сразу вот это ювке ставлю лайк ну а кто и никогда не видел узнаете что это такое оставайтесь с нами ну и конечно же вы спросите где мы находимся да мы недалеко от нашего дома в махаре кузя яка в кипезе вот заходим и смотрим очень милый маленький магазинчик здесь у них и сыры продаются каймак очень вкусный каймак из афьона мне муж постоянно приходит покупку есть разные сыры и масло это не приготовленная в анталии это сюда привезенная это уже нам давали все попробовать это очень сладко это из тахина а это хашаш готовится из мака но мы вообще-то пришли вот еще разные турецкие сладости но мы собственно говоря пришли для того чтобы купить ювку вот ее здесь готовят видите сделать руками пос покажи я не буду заходить потому что чтобы чистоту не соблюдать видите что такое ювка это большие листы теста его раскатывает очень-очень тонко а потом чуть-чуть поджаривает на большой такой плите вот-вот покажи как его раскатывают и потом чуть-чуть поджаривают и можно если сильно поджарено оно будет вот как хлеб выглядеть вот это хлеб а если чуть-чуть то это получается вот тестом его потом можем дома сами разрезать можем просто вот на завернуть что-то в нибудь начинки сейчас мы купим еще интересно вот эти видите как макароны тоже не здесь делают сами вот лапша такие маленькие магазинчики есть разных районах просто это хозяин держит вот такое вот место и если у него вкусные продукты кто люди к ним ходят постоянно покупают сейчас мы попросим нам ювку сложат я попросила 8 листов вот наши ювки сейчас нам ее свернут один лист стоит полтора лиры ну когда покупать на базаре стоит дешевле поэтому люди любят на базаре смотри как нам ее сворачивать видите-ка она мягкое тесто но она не слипается не разрывается банан или пеннир серпе и талисер попробовать сезин кай макчок бюджер хочу попробовать не они соленые удивительно да 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 не хочу это он думает что просто в ювку обычно делают начинку заворачивают сыр вот такой берет берки лосу 60 это хорош она смотрите на из афиона именно в афионе хороший сужу готовится потому что там действительно много коров есть так идем нашу и вку забирать 12 лет на рынке йог-йог сады джиберлирова но на рынке можно купить только один раз в неделю а здесь любой день я на каждый день готовится свежие мы видим как это да и мы можем это видеть там что на рынке ты не знаешь откуда это привезли ну хотя на рынке тоже в одном и том же месте вы даже видели это видео там такой веселый человек есть вот мы купили ювку довольны сейчас пойдем садить у них он даже есть деревенские яйца продаются а яйца вот такие продаются поштучно цена по за штуку но есть и обычные из фабрики магазинчик хорошенький да вот манты если лежат в холодильнике значит они будут с начинкой потому что есть манты сухие них кусочек теста лежит я не даже вот просто лежит обыкновенно а вот там будет начинка можно спросить что там у них начинки вот они даже показывают что там начинки будет мясо мне нравится когда большие вот и чекен вот треугольные манты не больше мяса и не на вкус варится как наши пельмени ну да расскажи как готовить обыкновенно как пельмени варить вот я люблю просто в бульоне все мы взяли мы идем домой ну вот мы уже дома мы сегодня будем готовить сигар бреи это один из простейших рецептов просто-напросто берется ювка вот это листы и мы купили 8 штук вот мы раскладываем у меня будет начинка у меня младший сын очень любит вареную колбаску определенного сорта вида вот она есть потом не есть твердый сыр и просто масло потому что они не любят начинку на просто сухой будет невкусно мы обыкновенно разрезаем я не претендую на свой какой-то особенный рецепт просто каждый мне кажется готовит по-своему как ему удобно с начинка какая ему удобно просто разрезаем на кусочки и сворачивать нет нравится потому что готовится очень быстро вообще без всякого напряга самым голодным нас будут разные сначала начинки мы сначала паска скрутим несколько листов а потом это поджарим и будет просто масло я масло беру чуть-чуть соленая она прям таки продается здесь тут называется тузлу она напоминает деревенское масло как я покупал и на базаре и купала в магазине вкус примерно тот же самый вариантов как свернуть много мне нравится так же быстро раз чем удобно это готовить вот вы такую вку купили быстро накрутили и быстро прямо при гостях даже нажарили ну или свою семью быстро покормить такой перекус раз листы очень тонкие надо быть очень очень осторожным ну когда не пожарится даже незаметно если у вас что-то вдруг порвется вариантов изготовления какой-то еды из ювки очень много и начинок можно положить тоже разных вот видели мы когда покупали вку нам предлагали там сыр попробовать вот он идет как начинка сыр его можно порубить с зеленью с петрушкой например тоже будет очень вкусно можно маленькими сворачивать можно было вообще большими листами закрутить и огромный бы нас такие получились на всю сковородку хочу под просто показать как быстро можно что-то приготовить в турции потому что это легко можно купить и хранить в холодильнике продается она даже и в магазине но мне как-то вот свежеприготовленный больше нравится это чисто масло она растает у нас нужно ли заметили нас анечка не любитель мяса не любитель ничего такого надо же уже тебе по-турецки спрашивает это это пустой или сады мы с первым листом мы справились видите буквально за две минуты с разговорами сейчас мы берем следующее дело мы берем обычное растительное масло вот подсолнечное наливаем немножко на сковородку ждем когда нагреется и потом будем их обжаривать обжариваются они очень быстро потому что тесто вы видели что это вот она уже немножечко поджаренная вот ведь было заметно это но все начинаем их выкладывать быстренько поэтому надо сначала накрутить их побольше чтобы потом просто жарить это называется сигара бери то есть это пирожки сигареты ну вот потому что они так закручивались я огонь не очень большой сделать чтобы не подгорели бывали такие случаи честно вам скажу только стоит отвлечься потому что когда готовишь лучше не отходить там что делается это буквально две минуты вот смотрите красивые румяные готово можно перевернуть и обратно другую сторону если вам не очень нравится как поджарилась та страна чуть дольше подержали не уж таки вот румянами становится готово чуть-чуть добавим масла и пожарим еще одну к стопородку ну вот смотрите что у нас получилось буквально за пять минут мы это организовали мы сейчас разрежем покажем я перемешала здесь начинки поэтому я не знаю что вам попадется вот у нас попалась колбаска есть давайте попробуем следующий разрежем вот здесь у нас сыр вот сыр тянется вот выглядит вполне аппетитно я так понимаю что это будет очень вкусно в тесто ювка очень вкусно готовить можно с абсолютно с любыми начинками мне еще нравится рецепт если взять большой противень и просто листы перекладывать и и начинку например шпинат шпинат с луком пожарен вот это будет самый вкусный пирог ну а сейчас у нас будет полдник с детьми вам всем приятного аппетита тоже если вы сейчас едите спасибо что досмотрели это видео до конца мы будем продолжать снимать интересные репортажи о жизни в анталии о чем-то интересном в анталии подписывайтесь на наш канал если еще не подписались поставьте лайк напишите комментарии можете написать комментарии в наш инстаграм я всех люблю всем пока